Дорнада Энерджи! Или же в первом закрепленном комментарии. И в первую очередь следует сказать о том, что М48 Patton в обновлении 1.10 полностью преобразился. И вы спросите, Нир, как он мог преобразиться? Ведь его не меняли, Wargaming ничего не сказали нам в патчноуте об этом танке. И я скажу, да, действительно, вы правы. Но изменился он не из-за того, что ему поменяли какие-то характеристики. А как раз таки из-за того, что М48 Patton получил новое дополнительное оборудование 2.0. А именно турбонагнетатель, благодаря которому он сейчас может конкурировать с такими средними танками, которые его обошли ввиду апа, как СТБ-1, либо же с такими танками, как, ну, давайте возьмем Объект 430. Потому что М48 Patton отличается, даже не так не отличается, отличался раньше от СТБ-1 буквально ничем. У СТБ-1 были лучшие углы вертикальной наводки, у него была более скорострельная пушка в плане ДПМа, а количество очков прочности у них было одинаковым. Вот. Но у М48 Patton все же есть одна изюминка, благодаря которому этот танк все же выделяется среди одноклассников. А именно его универсальность. Этот танк универсален абсолютно во всем. В своей пушке, в своей броне, в своих углах вертикальной наводки и теперь в своей скорости. Главное то, чего не хватало М48 Patton, была скорость. Ездил он раньше со скоростью 45 км в час. И в данный момент времени играет данный реплей Defender, игрок роты Мерси. Вот. Он уже вам известен по реплеям на Е100, 60 Ливандовского и других танков. Очень крутой игрок, прям качественный. Так что рекомендую вам на него подписаться, потому что нужно учиться у лучших. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем реплей одного из лучших игроков мира танков. Да, вот похвалил его так. Денег, правда, не заплатил. Ну да ладно. Короче, ссылочку на него вы найдете в описании. А я пока дальше продолжу обещать вам об М48 Patton. М48 Patton как раз таки универсален, как я уже сказал, тем, что он универсален по абсолютно всем своим характеристикам. Углы вертикальной наводки минус 9. Максимальная скорость до обновления 2.0 была 45 км в час. И это действительно то, чего ему не хватало. Потому что скорострельность у Patton была 3700 дпм, а именно урона в минуту. У Patton был большой запас очков прочности относительно других средних танков, целых 2000 единиц. Также у Patton была достойная броня, как борта ввиду своих широких катков гусениц, из-за которых он мог танковать вполне себе хорошо. А также у него была достаточно крепкая башня, которую не каждый танк мог даже с голды пробить. По итогу мы получали машину, которая может играть абсолютно на любой карте, абсолютно где захочет. И он был максимально комфортный. Сейчас в обновлении 2.0 этому танку, как и любым другим, добавили турбонагнетатель. Это модуль, который дает плюс 7,5% мощности двигателя, плюс 4 км в час вперед и плюс 2 км в час назад. Если он установлен просто на танке и если он установлен в слоте на маневренность, которая присутствует только на средних танках, А именно тогда вы получали при установке данного оборудования плюс 10% к максимальной мощности двигателя. Ну или к максимальной мощности двигателя, это в принципе не важно. Одинаковые показатели, одинаковый процентаж, чем он дает. Вот. И плюс 5 км в час вперед и минус 3 км в час назад. По итогу, что мы имеем? М48 Паттен теперь носится с такой же скоростью, которая носится у нас в СТБ-1, а именно 50 км в час. При этом откатывается назад он со скоростью 23 км в час и имеет, 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 имеет удельную мощность двигателя 18,5 лошадиных сил на тонну. Если вы устанавливаете на него трофейное оборудование, то есть это не бановое оборудование, а трофейное оборудование вы можете получить, если вы там выполняете бадбол пасс. Если у вас установлен трофейный досылатель, если у вас установлена трофейная стабилизация, ну или не важно, там обычный стабилизатор, обычный, соответственно, досылатель и турбонагнетатель, то вы имеете перезарядку в районе 6,6 секунд. А если вы ставите себе трофейку, то вы имеете перезарядку в районе 6,37 секунд. Короче говоря, по скорострельности мы все так же уступаем СТБ-1, но М48 Паттон может танковать от борта, а СТБ-1 не может танковать от борта. СТБ-1 пробивается фугасами в лючок в бортину, а М48 Паттон не пробивается в бортину. И вот как раз таки это и делает его лучше относительно того же самого СТБ-1. Итак, давайте перейдем непосредственно к бою, потому что я его лично не смотрел, но сейчас можно понаблюдать за боем Дигейтера. Играет он на Паттоне в режиме штурм, это у нас бой, где длится катка 10 минут всего, и настрелял он уже 6200 урона, 1339 у него очков прочности остается. И начинает он перестреливаться 430 у, разваливает его просто в щи, да, уже 4 выстрела на подъезде этому пацану, левший тим, так сказать, сверху, по идее, должен, так сказать, хорошо играть. Но, кажется, Дигейтер играет получше. Вот, и начинает здесь разваливать. Вы просто посмотрите, в какой ситуации он остается. Давайте мы рассмотрим этот момент еще подробнее. Сейчас он перестреливается 430, который пытается здесь каким-то образом вытанковать Дигейтера. Отворачивает башню, потому что увидел сзади, в спине, FV4202, и пытается он его добить, но здесь Дигейтер его ловит и добивает, ну, и пытается прострелить. Простреливает он его в борт башни, гриля разряжается, и он понимает, что нужно добирать ствол, потому что 750 урона от гриля не хочется получать. В спину к нему закатывает АМХ СДА-105, и вы просто посмотрите. Он его заметил периферическим зрением, возможно, где-то на миникарте увидел, и сразу же начинает кушать этого пацана на Объект 430У. После того, как он танкует выстрел от Объект 430У, он сразу же уходит из клинча от этого Объект 430У, и пытается объехать его с бортины, для того, чтобы спрятаться. Вот АМХ СДА забирает на автоприцеле и прячется от АМХ СДА, который просто берет и мажет, дает выстрел в стену, выцеливает он здесь. Это сейчас сохраненная камера была, точнее, это не сохраненная камера была, а именно от того, как в свободной камере, короче, заболтался я здесь. Танкует он выстрел, короче, от Объект 430У, берет его не в автоприцел, а выцеливает здесь отличнейшим образом. АМХ СДА берет, разряжается, он выцеливает ему и лючок, выдает еще один выстрел и начинает мансовать за башней данного Объекта 430У. Дергается вперед-назад, влево-вправо, для того, чтобы СДА его не выцелило. Вытанковывает еще один снаряд, это уже 5 фрагов и пацанку... Не, против такого игрока я не буду играть. 8700 единиц урона, 710 урона танка, ну и 400 прозведанным, и у врагов еще остается 4 танка. Это М48 Паттон, у которого 1000, М46 Паттон 9 уровня, у которого 1300 хп, Бурасик, у которого хп на 2 выстрела, и Вафля, которая, скорее всего, ваншотная, потому что он в нее стрелял. Здесь он ловит М46 Паттона, сразу же становится за насыпь и начинает здесь разваливать. Паттон такой, ё-моё, это кто здесь у нас такой? Выдает еще один выстрел ему в спину, и уже остается Бурасик ваншотный, а также М48 Паттон на 2 выстрела. Понимает у нас Дефендер, что пора бы раскритаться с Вафлей, которая должна была умереть еще в начале. И посмотрите, вытанковывает, здесь влево-вправо пытается замансовать, и пока разряженная артиллерия, нужно стараться убивать этого Бурасика, а также М46 Паттон. Бурасик востреливается в лентин Си, не попадает в него и добирает М46 Паттона. А если бы он отдал М46 Паттона Дефендеру, то у того было бы 9 фрагов, и он мог бы забрать артиллерию. Это была бы медаль пула у данного игрока на Паттон. Короче говоря, выдает он шот по артиллерии. Не знаю, как у него получается настолько часто настреливать по 10 косарей урона, но видимо новое оборудование, некоторые старые машины действительно делают вновь играбельными, и вновь нужно на них обращать внимание. Например, М48 Паттон. Танк-легенда, которую забыли многие, сейчас снова возвращается на пьедестал и начинает просто чебупельки эти разваливать, как свежие пирожки, как мягкие французские булочки. Вот да, вот да, вот как-то так. А еще на него сейчас 3D стиль, кстати говоря. Походу имеет смысл брать, потому что, черт возьми, кажется реально разваливает. Но надо еще посмотреть на ТВПшку, вдруг она еще стала лучше. Надо будет на нее сборки еще потестить. Короче, в принципе я вам про Паттона рассказал. Машина получает новую жизнь, вот, благодаря тому, что у этого танка появляется турбонагнетатель. И теперь он может доезжать и настреливать урон точно так же, как и другие средние танки, благодаря тому, что у него увеличилась скорость. А перезарядка не уменьшилась, потому что все оборудование то же самое, которое на нем стояло и остается. С вами был Нер Ю. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, прожимать лайк. Подписывайтесь на канал Дефендера по ссылочке в описании. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Комментите, пожалуйста, в комментах, тавтология, но так или иначе, как вам М48 Паттон, на какие другие танки с оборудованием 2.0 вы хотели бы посмотреть видеоролики. И возможно, возможно, я не знаю, но вам было бы интересно смотреть данные бои еще и с комментариями того игрока, который играет эти бои. Потому что я считаю, что надо учиться у лучших игроков. И я буду стараться приводить лучших игроков для того, чтобы услышать их комментарии. Возможно, они дадут вам какие-нибудь крутые советы для того, чтобы вы еще круче нагибали. Короче, все. Смотрите результаты боя. И всем пока. До Демер. Субтитры сделал DimaTorzok